Фигурное катание женское Фигурное катание женское телевидение На ней вы увидите выступление Знаменитой Сони Хенни Норвежской спортсменки Трехкратной олимпийской чемпионки Десятикратной чемпионки мира Ее называли феей Журналисты того времени Действительно ее пластика Грациозность были неподражаемы Считались неповторимыми Ну те из вас, кто фигурное катание Наблюдает уже давно Наверное, запомнили эту фигуристку По ее карьере в кино Она долгое время снималась в Голливуде И на экранах нашей страны шел фильм Где она играла главную роль Называется он Сиренада солнечной долины Ну вот, а сегодня Какое оно фигурное катание Сегодня мы увидим с вами Когда спортсменки Будут исполнять свою произвольную композицию И, естественно, что Главное внимание К тем, кто будет претендовать на медали Я сказал о том, что Трехкратная олимпийская чемпионка Соня Хенни Никому больше не удавалось выиграть Три медали и даже две медали Но вот сегодня Одна из участниц имеет такую возможность Вы поняли, конечно, что речь идет о Катарине Витт из ГДР Она выиграла олимпийские игры в Сараеве И сегодня близка к тому, чтобы повторить свой успех Здесь, на льду, Калгари Сейчас нам предстоит поволноваться Анна Кондрашова вышла на старт Москвичка У нее композиция на мелодии Француза Сен-При Кондрашова на девятом месте По сумме исполнения обязательных упражнений И короткой программы Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Очень красивое тело, рук, ног. Обратите внимание, тройное луткость. Мало кто отважится на него. Напомню, у нас Наталья Горбенко пытается его исполнить, иногда ей это удается. Но Горбенки здесь нет. Музыка Хелстеда по ДД. Тройной флип. Посмотрите, как вращается тоже. Вот только в этом вращении 29 оборотов. Ну а эту комбинацию немногие мужчины делают. Двойной актер или тройной сальфа. Музыка Хелстеда по ДД. Музыка Хелстеда по ДД. Где-то при росте всего 145 сантиметров. Может быть действительно низкорослым спортсменкам легче координировать эти, чем высокорослые. Торной Ресергеров очень легко. И это за 2 минуты 20 секунд программы из четырех, уже пять разных тройных прыжков и вот каскад из двух тройных солубов. Насыщенность программы просто необыкновенная. Продолжение следует... 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 Выступление группы сильнейших, тех, кто претендует на медали непосредственно. Пока, я как уже сказал, Мидори Ито возглавляет турнирную таблицу. У Анны Кондрашовой третье место. Пока, но еще пять выступающих. Джилл Тренери. Ученица Карла Фасси. Это что-нибудь-то говорит, я надеюсь. У нее в основе музыкальной композиции молдавский танец Джок. Мелодии Глазунова и Чайковского. А вот тройной флип у нее не удался. Она на разминке его исполнила, сейчас нет. Зато после прыжка шпагат тройной кулуп удачно. В сложном почитании тройной кулуп удачно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Уверенное начало. Два тройных уже из своего, так сказать, обязательного, а ассортимента обязательного минимума выполнила катаризм. КОНЕЦ 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 Вот тут должен был быть прыжок в три оборота. КОНЕЦ 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 Вот такой вариант карман-тиек изъезжающей дрина показала нам Катарина Витт. Видовый вариант. Но здесь идет спортивная борьба. С точки зрения искусства катания на коньках, конечно же, Катарина сделала все, на что она способна, иначе бы, наверное, все-таки по сложности ее программа была бы, ну, я бы так сказал, потруднее. Ну, а с точки зрения хореографии, с точки зрения артистизма, сегодня, на мой взгляд, с Катариной Витт мало кто может потягаться. Вот прыжок тройной тулуп, очень уверенный, и тут же прыжок в два оборота тулуп. Катарина Витт шестикратная чемпионка ГДР. Она дебютировала на чемпионате Европы в 82-м году, а в 83-м уже стала победительницей европейского первенства. В 84-м стала и чемпионкой Европы, и чемпионкой мира. На олимпийских играх, как я уже сказал, она завоевала золотую медаль. Вот видите оценки, 5.8 и 5.6, 5.6, причем, студии очень строго подошли, на мой взгляд, к программе Катарины. Можно, конечно, понять, всего два разных тройных исполненных, не исполнен третий, тройной ритмингер. Все-таки спорт есть спорт. Да, безупречное искусство, высокое искусство катания, высокое искусство ледовой хореографии. Но по сегодняшним представлениям, технически, оценка за техничность, в общем, справедливо 5.6. А вот оценки за артистичность, как видите, 5.9, 5.8, высокие баллы. Но превзойти этот результат все же можно, поскольку в общий зачет идет сумма оценок за техничность и артистичность. А сейчас приготовьтесь, зал будет просто кричать и топать ногами, потому что на лед выходит Лиз Мэнли, канадская фигуритка. Очень верят в то, что Елизабет Мэнли здесь в Калгаре завоюет бронзовую медаль. А почему бронзовую? Может и тут замахнуться на серебряную, хотя очень сложно. У нее третье место после исполнения обязательных упражнений короткой программы. Ей надо его сохранить. На очень высокой скорости выступает спортсменка. Она такого же склада, как Мидориита. Очень живая, темпераментная. Вот тройной лут. Прекрасно. Личные минуты в Калгаре Северной Северной Сначала программа прошла, уже такое количество тройных, прыжков и акций с 20,5 оборотов. По плотности даже превосходит программу ИТА. Рейдер Риттбергер долго готовится, но и с полного. Рейдер Риттбергер 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 Рейдер Рейдер Риттбергер И скорее всего она ей достанется Ну вот если сравнивать наступление Катарины Витт и Элизабет Мэнли То можно обратить внимание на большую сложность И техническое мастерство исполнения прыжков этой спортсменкой Она, кстати говоря, и прекрасно вращается Но все-таки согласитесь, что в артистизме она уступает Катарине Витт У судей трудный выбор И сегодня еще будет такой же трудный выбор у судей Поскольку Дебби Томас заканчивает Она последняя из выступающих сегодня спортсменок Очень чисто был исполнен прыжок Но если 5-9 за технику поставили Мидуариита То напрашивается оценка 5,8 как минимум Элизабет Мэнли Встречается что-то судьи там Технический делегат от Тессу, Йозеф Дедик Ну что, даже я вот видите немножко принизил 5-9, 5-7, 5-8, 5-9, 5-9, 5-9, 5-7, 5-8, 5-9, 10 Прекрасные оценки Но думаю, что за артистичность все-таки студия поставят оценки по низу Хотя фигурное катание это искусство катания на коньках В первую очередь искусство катания на коньках И сегодня его прекрасно нам продемонстрировала Элизабет Мэнли 5-8, 5-8, 5-9, 5-8, 5-7, 5-8, 5-8, 5-9, 5-8, 10 Это еще не выступал лидер Дебби Томас И такие оценки Вы знаете, Элизабет Мэнли сделала невозможное Получив 7 первых мест из 9 Элизабет Мэнли в произвольной программе получила 7 первых мест из 9 Обошла таки Катарину Витт Пока обошла Потому что, вы знаете, остальные участницы в первую очередь Кира Иванова Могут вмешаться в распределение судейских мест Судьи еще могут изменить свое решение тем, что, скажем, поставить оценку кому-то выше Или чуточку ниже Но пока Элизабет Мэнли обошла Катарину Витт Как сейчас горит, наверное, из себя Катарина Витт За неисполненный тройной Риттбергер Он мог решить все С попыткой исполнить тройной лут с Ивановой Всего 2,5 оборота получился прыжок Мэнли обошла Катарину Витт В произвольной программе Но по сумме всех выступлений Впереди пятых очка пока выступает Вот как не заладилась на разминке у Керы Так она не может и здесь, в программе, пока исполнить элементы так, как может их исполнять на тренировках. Один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА